Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Хозяйка, у вас здесь тяга слабовата из-за того, что сеточку нужно обильно чистить и промывать. В округе продолжается плановая проверка газового оборудования. Альфа – это первое антитеррористическое подразделение, созданное в системе безопасности Советского Союза. Для школьников провели встречу с героем Советского Союза. Можно выполнять большое количество диагностических вмешательств на аорте, на сосудах шеи, на сосудах головного мозга. Люберецкая областная больница сможет оказывать медицинскую помощь на новом уровне. Непочетно очень. У меня уже таких три грамма, это и теперь. Подведены итоги конкурса «Люберецкие звезды». А теперь подробнее об этих и других новостях. Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшие семь дней, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За отчетный период в округе возбуждено 29 уголовных дел. 22 из них раскрыты по горячим следам. Совершено 172 ДТП, двое пострадавших. Зафиксировано 4 пожара. Аварийных отключений на объектах тепловода и электроснабжения не было. Приступают к капитальному ремонту многоквартирных домов. Всего у нас на 23-й год запланировано отремонтировать по программе капитального ремонта 61 дом. По таким видам работ, как ремонт кровли 38 домов, фасады 17 домов, подвал будет отремонтирован в одном доме, в четырех домах будет отремонтирован фундамент, внутридомовые инженерные системы будут заменены в 15 многоквартирных домах. В округе заменят 16 лифтов. Продолжают работы по установке датчиков загазованности в квартирах. Работа по содержанию дворовых и общественных территорий проводят в плановом режиме. Всего за прошедший период было привлечено 127 единиц спецтехники и средств маломеханизации. Задействовано 1120 человек. В первую очередь специалисты приводили в порядок входные группы, тротуары, пешеходные дорожки и проезды. На совещании обсудили вопросы в содержании парков, вывоза мусора, работы уличного освещения. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжается плановая проверка газового оборудования в многоквартирных домах. Кроме сотрудников газовой службы, большую работу в этом направлении проводят и представители госжилинспекции. Свой очередной выезд они совершили вместе со съемочной группой нашего телеканала. На этот раз тест-драйв на газовую безопасность прошел трехэтажный многоквартирный дом на Красногорской улице. Сначала специалист проверил исправность общедомового оборудования, а затем начал обход квартир. Здравствуйте, Юникон газовая служба. Приходите. В последний раз эту двушку обследовали полгода назад. Тогда у сотрудников газовой службы нареканий не было. По словам хозяйки, проблем нет и сейчас, но проверка показала обратное. Хозяйка, у вас здесь тяга слабовата из-за того, что сеточку нужно обильно чистить и промывать. При обследовании газовой плиты специалист обнаружил утечку. Для хозяйки новость неожиданная. Специфического запаха в квартире никогда не было. Дом, конечно, уже не молодой, поэтому все коммуникации нужно периодически проверять. И это очень важно. Газ – это не шутки, это очень важно. Поэтому, пожалуйста, пускайте людей. Пусть проверяют, это их работа, но это реально очень важно. С таким же призывом к жителям городского округа Люберца обращаются представители госжилинспекции. Отсутствие доступа в квартиры – одна из самых больших проблем в работе газовой службы. А каждая необследованная плита – прямая угроза для всего дома. Зачастую за статистикой по газовым происшествиям люди видят только сухие цифры. На самом деле мы должны понимать, что за этими цифрами кроются невосполнимые человеческие потери, которых можно было бы избежать при надлежащей эксплуатации газового оборудования. Внутриквартирное газовое оборудование нужно проверять не реже одного раза в год, а оценивать работоспособность вентиляционных и дымовых каналов как минимум три раза в год. Но при малейшем подозрении на утечку нужно срочно обращаться в специализированную организацию. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Состоялась первая в этом году встреча с жителями. Ее провели в 24-й гимназии. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, депутатам, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и правоохранительных органов. О том, что беспокоит жителей, смотрите в сюжете. Обращений у люберчан много. Качество содержания дворовых территорий и кровель, освещение улиц, ремонт многоквартирных домов. Жителей поселка Калинина волнует переселение из ветхого жилья. Рядом администрация, рядом суд, рядом с судом с нашим. Большая промышленная площадка. Застройщик приобрел и сейчас активно движется по получению разрешения на строительство. Все обязательства по расселению в инвестконтракте у него вписаны. Одним словом, все ваши дома, все, которые ветхие, старые на Калинина, все переезжают туда. Жители переселят в новостройки, которые возведут на территории бывшего деревообрабатывающего комбината. Расселение ждут и жители 1, 2 и 3 Красногорских улиц. Сказали, что создается, сейчас после февраля будет комиссия по поводу нашего расселения. Но будем надеяться, что какие-то сдвиги будут. У нас был застройщик, но не состоялось наше строительство, а люди очень обеспокоены проблем. Проблем очень много на микрорайоне на самом деле. Будем надеяться, что расселят. Председатель Федерации шахмат-люберец Виктор Евстигнеев обратился с просьбой сохранить в Доме офицеров помещение за шахматным клубом. Ружинский на свое время дал, а сейчас забрали. Какие-то нестыковки там между ведомствами. Родители возмущены. У нас занимается в городе 500 детей. Взрослые. Мы чемпионы области. Пять раз подряд. На встрече говорили о расширении парковочного пространства во дворах, уборке мусора, содержании территорий около торговых объектов. Каждое обращение зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа Люберцы прошло заседание Совета депутатов. Народные избранники заслушали доклад начальника межмуниципального управления МВД России Люберецкой Евгения Романцева об итогах работы ведомства в 2022 году. На встрече рассмотрели и ряд других вопросов с подробностями Луизы и Геозарян. Межмуниципальное управление МВД России Люберецкой обслуживает 4 городских округа. Самая большая территория – Люберцы. Количество преступлений, зарегистрированных в прошлом году, на 17% больше, чем в 2021. К уголовной ответственности привлечено более 1900 человек, которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Наибольший рост зарегистрированных преступлений отмечается на территории Томского отдела полиции, где самое большое количество населения – это Малаховского отдела полиции, отдела, где также прирост населения в деревнях произошел. Благодаря предупредительным мерам сократилось количество фактов умышленных причинений вреда здоровья на 13%, грабежей на 14%. В своем докладе Евгений Романцев отдельно остановился на теме дистанционного мошенничества. Несмотря на предупреждения, люди продолжают идти на поводу у злоумышленников. Вот последний факт – это в Ухтонке 4 миллиона бабушка передала мошенникам за свою внучку. То есть человек задержан, он совершил в Люберцах только 10 преступлений таких, обманул граждан, которые передали ему наличку. Он потом отправляет к каким-то мошенникам, привлечет денег, оставляет себе. То есть задержан, привлечет к уголовной ответственности. После доклада начальника полиции народные избранники перешли к основной повестке. На рассмотрение депутатов было пять вопросов. Среди них – внесение изменений в правила благоустройства территории городского округа, утверждение перечня имущества, предлагаемого к передаче собственности муниципалитета в собственность Московской области и присвоение классного чина. Практически все решения были приняты единогласно. Луиза и Гязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Участковые и уполномоченные 2-го отдела полиции межмуниципального управления Люберецкое подвели итоги работы за 2022 год и провели очередной прием населения. Какие преступления совершены на территории обслуживания отдела и что беспокоит жителей, смотрите в нашем сюжете. 14 участковых и уполномоченных и 4 инспектора по делам несовершеннолетних. Таков штатный состав 2-го отдела полиции. Он обслуживает 461 многоквартирный дом. Но вопросы у жителей одинаковые. Незаконная торговля алкоголем и нарушение общественного порядка. Стараемся как можно быстрее реагировать на данные факты. В основном это компании, которые не проживают в данном доме, а которые мимо проезжают и заходят. Составляем административные протоколы, доставляем в отдел полиции. Камеры на подъездах позволяют раскрыть преступления по горячим следам и способствуют профилактике правонарушений. Жильцы нескольких домов попросили разместить информацию об участковых на стендах в подъездах, чтобы в случае ЧП знать, куда обращаться. Учитывая то, что большинство у нас на квартирных домах, соответственно, это нарушение тишины, скандалы там какие-то с соседями. Ну, бывает какие-то там, так как во дворе много машин, это повреждение автомобиля. Бывает там соседи друг к другу стукнут, толкнут, еще что-то такое. На встрече заслушали отчет о работе участковых уполномоченных 2-го отдела полиции за 2022 год. Всего по линии охраны общественного порядка зарегистрировано 286 преступлений. Раскрыто 182. Убийства нет опущено. Причинение тяжкого вреда здоровья 4 преступления. Статья двойной превенции 63. Изнасилование 1. Разбои 3. Грабежи 12. Краш 297. Общее количество обращений граждан за отчетный период перевалилось за 16 тысяч. Второй отдел полиции обслуживает более 67 тысяч жителей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе провели очередную встречу с семьями мобилизованных люберчан. Им напомнили о мерах социальной поддержки, бесплатной юридической помощи и адресной доставке гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Встречу провели в поселке Октябрьский. На ней присутствовали юристы, члены общественной палаты округа, представители духовенства, депутаты. Может, какие-то есть вопросы, проблемы, какая-то нужна помощь. Поэтому мы постараемся из того, что мы можем, естественно, как-то помочь, посодействовать. Мужа Натальи призвали в начале октября. Прошел боевую подготовку и вместе с сослуживцами был отправлен в зону проведения спецоперации. Вопрос о том, что не пойти, совершенно не стояло. Экипированы они полностью, сейчас никаких проблем. Единственное, что пока в последний момент, когда мы общались, еще не было конкретного места, где они будут находиться. И условия не очень, конечно, хорошие. Но обуты, одеты, сыты – это самое главное. И живо-здоровые – это тоже самое главное. Говорили о выплатах мобилизованном и материальной помощи их семьям. В школах и детских садах горячее питание для их детей бесплатное. Кружки и секции они тоже могут посещать на безвозмездной основе. Жены и матери поблагодарили за помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи. Люберецкое отделение Союза женщин России вместе с предпринимателями поддерживают российских военнослужащих. Эта помощь у нас продолжила, что с наступлением холодов, естественно, мы и термобелье, и теплые какие-то носки, газовые баллоны, печки. Наши женщины вяжут носки, шапочки, манишки. Мы упаковываем, туда кладем такой оберег русского воинства, конь-огонь. Встречи с семьями мобилизованных люберчан в округе проводят регулярно. Многие вопросы решаются на месте. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Школьники городского округа Люберцы встретились с героем Советского Союза Геннадием Зайцевым. Прославленный командир группы «Альфа» подробно рассказал детям историю создания подразделения и поделился воспоминаниями о самых сложных антитеррористических операциях. Подробнее в сюжете Луиза Егезарян. На его счету сотни спасенных жизней и успешно завершенных сложнейших операций. Благодаря его мужеству и безупречно оточенных навыков предотвращены трагедии и человеческие жертвы. Историю каждого теракта Геннадий Зайцев помнит в деталях. От даты и времени до именной фамилии преступников. «Альфа» – это первое антитеррористическое подразделение, созданное в системе безопасности Советского Союза. Часто задают вопрос, а кто предопределило создание этого подразделения. Вроде бы тогда в Союзе все было крепко, все было хорошо и все было надежно. Да, это действительно так. Но я напомню, что приближался 80-й год, год Всемирных Олимпийских игр, которые должны были проходить в Москве. Всем, тот, кто занимался этой проблематикой, памятные события 5 сентября 1972 года в Милл-Хене. Штурм дворца Амина в Афганистане – Буденовск, Беслан, Норд-Ост. Об этих терактах слышал наверняка каждый. Но у этих десятиклассников была уникальная возможность узнать подробности из первых уст у человека, который лично вел переговоры с обезумевшими террористами. Он рассказывает четко, понятно. Мне понравилось. Я это все запомнил. Это вот у меня отложится в голове надолго. Столько эмоций просто не передать. А я снимал, я потом буду смонтирую это и, наверное, выложу в сеть. В своей речи Геннадий Николаевич, конечно, не смог не затронуть тему спецоперации. По его словам, Россия сейчас переживает крайне сложное время и сравнил события, происходящие на Украине, с Великой Отечественной войной. Тогда мы воевали с Европой, за исключением Великобритании. Она была худым, но союзником нашим была в той войне. А сейчас мы ведем войну со всем НАТО. А это практически получается, мы ведем войну практически со всем миром. Советы от героя Советского Союза. Каждое утро начинать с зарядки, вести здоровый образ жизни и, конечно, быть патриотом своей родины. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкую областную больницу продолжают оснащать современным высокотехнологичным оборудованием. Первых пациентов уже готовы принять рентген-кабинет и второй ангиографический комплекс. С их открытием на новый уровень выйдет оказание не только экстренной, но и плановой медицинской помощи. Подробнее в нашем сюжете. Капитальный ремонт завершили. Стены покрыли специальными свинцовыми листами для защиты от вредного излучения. Установили рентгеновский диагностический комплекс. Аппарат рассчитан на три рабочих места и уже готов к работе. Первых пациентов скоро примет и второй ангиографический комплекс. Данная установка позволит принимать экстренных и плановых пациентов, которые подвержены высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Ангиографическая установка, вторая в Люберецкой областной больнице, была размещена на первом этаже регионального сосудистого центра для того, чтобы минимизировать время от поступления пациента до его подачи в рентгеноперационную. Так называемая дверь-баллон, которая должна быть чем меньше, тем лучше. Поступающего больного его осматривает кардиолог, рентген-эдвискулярный хирург, и он напрямую, минуя приемное отделение, сразу попадает в рентгеноперационную. Ангиографический аппарат предназначен для лечения больных с инсультом и острым инфарктом миокарда. Его мощность позволяет проводить на высоком уровне малоинвазивной операции по коронарографии сосудов сердца различные нейрохирургические вмешательства. Можно выполнять большое количество диагностических вмешательств на орте, на сосудах шеи, на сосудах головного мозга. Также этот аппарат оснащен функцией измерения скорости кровотока в сосудах коронарных, что позволяет нам оценивать, нужно ли выполнять вмешательство в операцию стентирования. Сразу из операционной можно сделать замеры сосудов. В 2022 году Люберецкую областную больницу оснастили еще двумя рентгеноператами – флюорографом, маммографом, аппаратом МРТ и ангиографическим комплексом. Такое количество тяжелого медицинского оборудования позволит ускорить и прохождение наших пациентов, наших больных, которые стоят в очереди, в очереди на плановую операцию. Вот такое оборудование позволит ускорить ожидание этой очереди и как можно быстрее сделать ту необходимую процедуру медицинскую, которую ждет конкретный человек. Всего в медицинские учреждения округа в прошлом году поступило более 200 единиц медицинского оборудования. В этом году в округе начнется возведение еще одного объекта здравоохранения. Поликлиника на 500 посещений в смену появится в поселке Октябрьский. Сейчас на ее месте идут последние приготовления перед стартом строительства. Тему продолжит наш корреспондент. Площадь строительной площадки почти один гектар. На этой территории между Октябрьским и Раменским появится современное здание поликлиники, где смогут наблюдаться как взрослые, так и дети. Изначально в проекте было предусмотрено три этажа, но из-за большого спроса и количества медицинской техники пришлось принять новое решение. Сейчас идет этап допроектирования. С учетом четвертого этажа площадь увеличилась. В течение недели, 10 дней уже будет утверждены новые планы и новой площади. У нас идет этап подготовки к выходу на площадку, заказ необходимых материалов, плит, бытовок. Выйти на площадку и приступить к рытью котлована застройщик планирует в марте. А в начале апреля начнут возводить монолитные конструкции. К концу года на этом пустыре уже будет готова коробка здания. Очень важно, чтобы наши жители комфортно получали все услуги, связанные со здравоохранением. И благодаря национальному проекту здравоохранения этот объект будет реализован. Наша задача – следить за тем ходом строительства, который будет проходить. Все вопросы, возникающие, снимать оперативно, для того, чтобы этот объект был введен в эксплуатацию и программа была выполнена. Здание поликлиники будет адаптировано для людей с ограниченными возможностями здоровья. На прилегающей территории предусмотрят парковку и зону отдыха. Строительство этого значимого социального объекта завершится в 2025 году. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкая стоматологическая поликлиника отметила юбилей. Учреждение распахнуло двери 35 лет назад. За эти годы система здравоохранения сделала большой рывок вперед. Появилось высокотехнологичное оборудование и новые методы лечения. О буднях и праздниках люберецких стоматологов в репортаже моих коллег. Это была первая и единственная хозрасчетная поликлиника в Подмосковье. За год здесь проходили лечения около 40 тысяч человек. Это пациенты не только из Люберец, со всей Московской области. В Люберцах решили, что откроют поликлинику хозрасчетную. Но областного правительства оказалось недостаточно. Поэтому я должна была получить приказ от Министерства здравоохранения Российской Федерации. Это был 87-й год. И согласование Мособлсполкома. Я очень довольна своим коллективом, с которым я проработала. Первых пациентов поликлиника приняла в январе 1988 года. Коллектив состоял из 70 человек. Через каждого стоматолога в месяц проходило несколько сотен пациентов. Теперь количество кабинетов прибавилось. Штат сотрудников тоже увеличился. Сплоченный коллектив – не единственная гордость учреждения. Сейчас у нас очень современное оборудование, новое оборудование. Наконец-таки появилось детское отделение, которое очень важно для того, чтобы оно было в нашем районе, именно в том округе. Раньше были проблемы с детской стоматологией. То есть мы расширили спектр наших стоматологических услуг. Юбилей коллектив учреждения отметил в Люберецкой картинной галереи. Поздравления звучали и от благодарных пациентов, и от представителей власти. Процесс становления и профессионального слаживания этого коллектива зависит от руководства всегда. И то, что на территории городского округа такой заслуженный коллектив, который своим трудом вылечил не один десяток тысяч наших жителей, земляков, это абсолютно точно. Сегодня в стоматологической поликлинике работает 91 человек, в их числе 35 врачей. Валентина Решетова – одна из тех, кто стоит на страже здоровой и красивой улыбки с первых дней. Эти 35 лет пролетели как мгновение, а потом они были наполнены творческим трудом, хорошим отношением среди коллектива. Эти отношения позволили выдержать за 35 лет многие сложные случаи перестройки, здравоохранения. Поэтому это радостный труд, он творческий. Приберевская клиника Московской области является одной из самых ведущих клиник. Здесь хорошо развито лечение по новым технологиям, имплантация, а самое главное – есть стремление к развитию. В поликлинике оказывают весь спектр стоматологических услуг. Каждый врач может вылечить пациенту зубы, научить за ними ухаживать. Красивая улыбка – это не только красота, но и здоровье. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Уже более 20 лет в поселке Томильно работает компания, которая занимается металлообработкой. Рулонную сталь в дальнейшем используют в машиностроении и многих других отраслях промышленности. На предприятии побывала Луизия Язарян и подготовила о нем сюжет. Из этих металлических рулонов и листов в дальнейшем собирают то, без чего невозможно представить современную жизнь. От бытовых приборов и различной техники до грузовых машин и лифтов. За месяц здесь перерабатывают до 10 тысяч тонн металла. Все это уходит только на отечественные заводы. Поставки сырья идут с наших металлургических комбинатов. НЛМК – Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь – Череповецкий комбинат и Магнитогорский металлургический комбинат. У нас два вида основных продукции. Это лента для штамповочного производства и карта для переработки листового проката на лазерах, на пробивных станках. Площадь всего предприятий – 14 тысяч квадратных метров. На них расположено три производственных цеха, где происходит поэтапная обработка металла. Численность сотрудников превышает 250 человек. Большая часть – жители городского округа Люберцы. Это лидер металлообработки России. Без лишних слов предприятие развивается, так как и отрасль машиностроения, отрасль металлообработки в стране сейчас на подъеме, так как многие компании ушли с нашего рынка. И это подстегивает, это дает дополнительный импульс. Самое главное – нам взаимодействовать, самое главное – слышать друг друга. Но останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Компания работает в Люберцах с 1998 года. За это время на заводе прошло несколько этапов модернизации. Сейчас ожидается поступление нового оборудования, которое позволит расширить линейку продукции и увеличить объемы производства. Уэйза и Гязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Городской округ Люберцы стал лидером в Московской области по количеству фандоматов. В школах, спортивных объектах, МФЦ и во дворах установлено 57 автоматов для сбора пластиковой и алюминиевой тары. Один из эко-пунктов, расположенный в 27-й школе, посетила наша съемочная группа. Кроме учебников и детради, дети приносят с собой в школу пластиковую тару. Бережному отношению к вторсырью их приучил вот этот фандомат. Ученица 1-го Г, Анастасия Карауш, не выбрасывает ни одну бутылку из-под воды или сока. Я приношусь сюда в школу, чтобы не загрязнять все. Чтобы наша земля была чистая. И чтобы не загрязнялись моря, либо речки. За год только этот автомат собрал более 220 килограммов вторичного сырья. Это большой вклад в защиту окружающей среды. Ведь на окончательное разложение алюминия уходит около 500 лет, а пластика от 200 до 450. Конечно же, вопрос переработки стоит очень важным, потому что количество пластика, количество того, что используют люди, растет в геометрической прогрессии. И чем больше мы будем перерабатывать, тем больше будет пользы для нашей природы, для нашей экологии, для наших детей. Дети очень ответственно подходят к этой истории. Я разговаривала с родителями. Дети экономят бутылки, сохраняют их для того, чтобы прийти в школу. И сам процесс им нравится опустить именно в эко-пункт. Забережное отношение к природе школьники получают бонусы. После того, как пластиковая бутылка попадает в фандомат, система выдает чек, который в дальнейшем дает скидку на покупки в сетевых магазинах и закусочных. Луиса Икиасаря, Сергей Квоздев, телеканал ЛРТ. Уже через несколько месяцев люберезским выпускникам предстоит сделать важный шаг. Решить, куда поступать и какой профессии посвятить свою жизнь. Чтобы помочь ребятам определиться с выбором, в округе провели конференцию, на которой рассмотрели особенности поступления в вузы и колледжи в этом году. На площадке проведения форума работала наша съемочная группа. На одной площадке встретились учащиеся 11 классов со всего городского округа и представители семи престижных вузов различной направленности. Судя по жиотажу вокруг этого стола, многих выпускников интересует педагогика. Очень радует, что в последнее время очень высокая тенденция к именно интересу к педагогическому образованию. Говорит о том, что дети заинтересованы, что потребность в педагогических кадрах, она высокая, и, соответственно, мы сможем ее покрыть. Подходят дети, говорят, мы вас искали, мы знаем, мы точно к вам, поэтому, значит, мы приехали не зря. Будущая выпускница 44-й гимназии Екатерина Ашакова – одна из них. Девушка уже точно определилась с будущей профессией. Мечтает стать учителем начальных классов. А благодаря этой конференции теперь уже знает, куда будет поступать. Мне все рассказали, все объяснили, очень понятно, удобно. Мне все понравилось. И про проходные баллы, и экзамены. В общем, я очень рада. Я думаю, что я смогу пройти на бюджет. И если же возникнут проблемы, то я планирую взять целевое. Подобную практику в Люберцах используют не впервые. Уже несколько лет такие конференции проходят по инициативе управления образованием. На этот раз местом встречи стала 27-я школа. В любой школе, и в том числе в нашей, всегда проходит профориентационная работа. По нашим социологическим, так сказать, опросам, ребята стараются поступить на специальности, которые связаны в основном с IT-сферой. Безусловно, пользуются популярностью медицинские институты, пользуются популярностью педагогические вузы. Ярмарка учебных мест продлилась больше часа. Затем выпускников пригласили в актовый зал, чтобы более подробно рассказать об особенностях поступления в вузы и колледжи в этом году. Луиза и Геозырян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Самый любимый и долгожданный праздник учащихся университетов, институтов, колледжей и техникумов. 25 января в России отмечают День студента. Виновников торжества, которые день за днем грызут гранит науки, чествуют по всей стране. Городской округ Люберцы не стал исключением. Эпицентром празднования Дня студента стала одна из главных достопримечательностей этой зимы. На центральном катке встретились юноши и девушки из шести учебных заведений городского округа Люберцы, а также представители молодежных общественных организаций. Я поздравляю вас с вашим праздником, желаю, чтобы вы все окончили ваши учебные заведения только с отличием, чтобы в дальнейшем реализовывали свои навыки, умения, конечно же, на территории нашего городского округа, но каждому желаю из вас, чтобы каждый стал профессионалом, добился тех целей, которые перед собой стоят. Свои поздравления глава городского округа закрепил вручением благодарственных писем. За активное участие в социальной, культурной и волонтерской деятельности отметили 12 студентов и студенток. После награждения – катание на льду, конкурсы и викторины. Я поздравляю всех с Днем студента, желаю такой же хорошей учебы, чтобы у них было все хорошо, они достигли своих целей, на какую они профессию пошли, и чтобы у них в будущем все получилось. Учиться, не заваривать ЕГЭ, кто сдает его в этом году, ну и все наилучшего. Дорогие студенты, будущее, настоящее, которые уже перестали быть студентами, я поздравляю вас с Днем студента, желаю вам всего самого наилучшего, сдачи экзаменов, закрытия сессий и, конечно же, всем закончить на красный диплом. Люберецких студентов также поздравили творческие и спортивные коллективы. Воспитанники отделения фигурного катания на коньках, комплексной спортивной школы Олимпийского резерва выступили с номера «Московская кадриль». А кавер-группа «G&B» исполнила песню, посвященную городскому округу Люберцы. Луиса Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В картинной галерее чествовали победители проекта «Люберецкие звезды». Пять лет подряд, дважды в год в округе награждают лучших из лучших спортсменов, музыкантов, педагогов и людей с активной жизненной позицией. Кто по итогам второго полугодия 2022 года оказался в числе лауреатов, расскажут мои коллеги. Есть баллы, эти баллы нужно собирать в течение года, стремиться. И в итоге самые активные люди как раз собираются и по итогу подводятся. Всегда такая черта. Абсолютно разный возраст принимает активное участие от мала, как говорится, до велика. И спасибо вам в первую очередь за то, что вы активны. Я думаю, что наши «Люберецкие звезды» должны быть самыми яркими в Московской области. И мы, как «Люберчане», как уроженцы малой нашей «Люберецкой Родины», хотим, чтобы она еще больше процветала, еще больше радовала нас. И поэтому помогаем по мере сил своих возможностей. Среди лауреатов 21 житель округа. Каролина Малоносова 4 года обучается в детской музыкальной школе номер 2. Участие в проекте «Люберецкие звезды» ее стимулирует продолжать обучение и рождает интерес к публичным выступлениям. Мне почетно очень. У меня уже таких три грамоты теперь. Победители чествуют по пяти направлениям – культура, спорт, образование, общество и молодежь. Самому юному лауреату – пять лет. Я очень довольна, меня занятия не наградили. Хочу еще побеждать и буду побеждать. В 2018 году на сайте «Люберецкие звезды.рф» зарегистрировались почти 7 тысяч человек. В проекте может принять участие любой желающий, независимо от возраста. Нужно только о себе заявить. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Дворец «Спорта Триумф» вновь стал местом проведения областных соревнований. На этот раз «Люберцы» приняли более 300 юных гимнасток со всей Московской области, которые в течение двух дней боролись за право выступить на Всероссийской лиге спортивных клубов. Подробности далее. Первый день отборочного этапа. На одной площадке лучший воспитанница спортивных клубов Московской области, которые уже не раз показывали высокий уровень подготовки. Ксения Гориньков в свои 14 уже кандидат в мастера спорта. Юная гимнастка – одна из 20, кому выпала честь представлять «Люберцы» на этих соревнованиях. Я занимаюсь уже около 8 лет. Меня в этот спорт, прекрасный вид спорта, художественная гимнастика, я обожаю его, живу этим. Меня привела мама. Поначалу мне не очень нравилось, но с годами очень сильно втягиваешься. И теперь я не представляю свою жизнь без этого вида спорта. Бороться есть за что. На кону путевка на Всероссийскую площадку, где уже придется отстаивать честь всего региона. По результатам этих соревнований такую возможность получат 30 лучших спортсменок. Каждая участница выступает, получает свою сумму баллов и распределяются соответствующие места с первого до последнего в каждой возрастной группе. И первая тройка сильнейших как раз будет представлять Московскую областную лигу спортивных клубов на Всероссийской лиге. Возраст участниц от 7 до 17 лет. Они выступали как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. За каждым движением спортсменок тщательно следили профессиональные тренеры. Но и сами гимнастки после номера дают себе объективную оценку. Я довольна, но я не сделала самое простое, то, что у меня всегда получалось. И этим я не очень довольна. Надо пахать в зале и слушать тренера, и тогда все получится. Отбор на Всероссийскую лигу спортивных клубов проходил два дня. Итоговая встреча гимнасток со всей страны состоится 6 февраля в Ульяновске. Луиза Игязырян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова